Здравствуйте, друзья! Это 45-й выпуск Абстрийского обозрения. С вами Дмитрий Балковский, как обычно. Во-первых, хотел бы поблагодарить всех за вопросы для стрима. Он у нас состоится в середине февраля, так что у вас есть возможность продолжать прислать вопросы. Спасибо всем, спасибо за комментарии. И не забывайте вставлять слово «стрим» к вопросам для стрима. Во-вторых, мы открыли буквально недавно англоязычный блог The Reactionary. Я дал на него ссылочку в описании. Там все на английском, но если вы на него подпишетесь и посмотрите несколько клипов и полайкайте их просто на бум, нам будет приятно. И в-третьих, тоже в середине февраля мы опубликуем живое интервью с господином Уго Салинсом Прайсом, с нашим любимым золотым и серебряным мудрецом из Мексики. И из него, я надеюсь, вы узнаете что-нибудь интересное и полезное для себя. Вопросы вроде бы должны быть очень даже необычными и нестандартными. Теперь к основной теме. Уже достаточно много лет мы занимаемся проблемой сбережений в драгоценных металлах. И за эти годы мы услышали довольно много вопросов по этой проблеме. И поэтому я решил сделать такое краткое руководство сбережений в драгоценных металлах. И назвать его «10 правил сбережений в драгоценных металлах». Очень просто и понятно. И это будет интересно, как мне кажется, как для новичков, так и для опытных золотых жуков. Правило номер один. Держите голову в холоде. Даже если вы только что прочитали статью, в которой сказано, что буквально завтра начнется финансовый апокалипсис, не надо бежать в банк и закладывать в свою квартиру, любимую жену, для того, чтобы купить золото в кредит. Если у вас нет средств на покупку драгоценных металлов, сначала раздайте долги, только потом начинайте покупать. Так будет правильно. Правило номер два. Не покупайте золото в кредит. Правило номер три. Главный принцип сбережений в драгоценных металлах – это, насколько возможно, полный контроль над вашими монетами и слитками. Если вы покупаете акции золотобывающих компаний, фьючерсные контракты, открываете обезличенный металлический счет в банке, или покупаете акции золотых индексных фондов и те в GLD, все это не владение физическим металлом, а спекуляции на его цене. В этом нет ничего плохого, но ваш драгоценный металл должен находиться под вашим контролем. Он ни в коем случае не должен быть заложен или находиться под каким-либо видом обременения. Это самый важный принцип владения физическим металлом, в этом его суть, в том, чтобы вы могли это золото взять в руки или серебро в течение какого-то короткого представимого времени. Правило четыре. Если вы спекулируете на ценах драгоценных металлов, то ваша позиция должна делиться на две части. Первая, сердцевинная. Это физический металл, который должен находиться, как я и сказал только что, в вашем полном, насколько это возможно, доступе и принадлежать только вам. Он не должен быть заложен и не должен использоваться для обеспечения спекулятивных сделок. Вторая часть вашей позиции спекулятивная. И вот эту спекулятивную часть можно использовать для игр на бумажных рынках, но они должны быть отделены друг от друга. Первая часть вашей позиции сохраняет то, что у вас есть. Вторая часть вашей позиции позволяет вам заработать что-то еще, если у вас, конечно, это получится. Правило номер пять. Хранение металла. Мы довольно много публиковали материалов на Golden Front по этому поводу. Я, опять же, в описании ссылочку на них поставил. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы хранить металлы в банковской ячейке, но многие люди также приклеивают монеты. Мы это знаем. К разным частям своей мебели. Прячет их еще где-то. Под яблонькой. На даче. Вам придется самому выбрать место хранения, исходя из ваших конкретных обстоятельств. Очень важно, чтобы металл в вашей ячейке не находился, не находился, я подчеркиваю, на ответственном хранении в банке. То есть это должно быть просто хранение. Просто договор о пользовании ячейкой. Ничего более. Сотрудники банка не должны знать о том, что у вас лежит в ячейке. Заходите в банк периодически. Заходите в хранилище периодически. То есть проявляйте интерес. Познакомьтесь с людьми, которые там работают. Принесите им конфет, в конце концов, в какой-то момент, чтобы быть в курсе событий. То есть самая лучшая защита для вас в любом случае это держать хвост пистолетом и ухо востро. Никто лучше вас этого не сделает. Еще один очень важный момент. Нужно, чтобы о том, где находится ваш металл, знал еще один человек, которому вы доверяете полностью. Это тоже очень важно. Чтобы вы не оказались в ситуации, если вдруг с вами что-то случится, ваше сбережение будет совершенно потерян для ваших родных и близких. Наверное, вы этого не хотите. Поэтому имейте тоже это в виду. Не будьте слишком осторожными в этом смысле. Правило номер 6. Разумный способ накапливать металл. Делать это нужно постоянно, регулярно, небольшими партиями. Таким образом вы сможете усреднить цену покупки и избежать убыкнов, которые вы понесли бы, если бы вы купили все оптом в момент, когда цена высокая. Так очень многие люди делают. Поэтому делать это регулярно, как чистить зубы. Это наиболее правильный способ поведения в сфере сбережения и в драгоценных металлах. Правило номер 7. В российских условиях лучше покупать сберегательные монеты, а не слитки. Потому что слитки облагаются НДС в 20% у нас теперь с 1 января. Эти слитки вы можете купить или продать только в банке с лицензией на операции с драгоценными металлами. То есть вы их даже маме своей продать не можете по закону. К тому же слитки легче подделываются, значительно легче. Хотя это небольшая проблема, по крайней мере, на данный момент. Но тем не менее. К тому же у них есть идентификационный номер. В наше время никому лишние номера не нужны. К тому же слитки эти, если вам удастся их вывести за рубеж каким-то образом, что незаконно, вы будете вынуждены их сдать как лом. Тоже это имейте в виду. Поэтому избегайте слитков в российских условиях. Это не оптимальная форма сбережений в драгоценных металлах. Правило номер 8 относится к тем, кто хочет быстро разбогатеть на нумизматике. Я бы с осторожностью относился к покупке нумизматических монет. И есть тут такая особенность. Вот сейчас, когда рынок медвежий, когда интерес к золоту невелик, нумизматические монеты резко падают в цене относительно сберегательных. И, как многие мечтают, продать их с какой-то наценкой возможности не представляется. Ну можно, конечно, но это довольно сложно. Поэтому, если вы хотите заниматься нумизматикой, то занимайтесь ей. Ну просто начните разбираться в вопросе. Вам нужно уделить этому вопросу какое-то внимание. Лучше, конечно, все этим интересоваться. Да, люди зарабатывают. Но на нумизматике, несомненно. Но они это любят. Если вы просто с улицы приходите, никогда не держали в руках ничего, кроме мелочи в кармане. И вам кто-то говорит, что вы будете богатым, если купите вот эту вот монету. Именно эту, у которой очень большая наценка на металл. То велика вероятность, что вы останетесь ни с чем. Вы потеряете деньги. Поэтому старайтесь покупать монеты сберегательные, цена которых близка к рыночной цене металла. Правило номер девять. Для очень тщательных людей с тенденцией к перфекционизму. Ваши ржавые победоносцы ничем на самом деле не хуже, чем новые западные монеты по сути своей. Если вы, конечно, начинаете их покупать, только вот начинаете, то, возможно, имеет смысл начать с западных монет. Но, если у вас монеты уже золотые есть, вы знаете, что они золотые, не нужно их ни на что менять. Не нужно. Вы только потеряете в деньгах. Поэтому держите их и радуйтесь. Вы опередили 99% российского населения. Вы молодец. Будьте святее Папы Римского. Не нужно стараться прямо вот обогнать всех. У вас все в порядке. И правило номер десять. Не делайте из золота культа. Это всего лишь удобный инструмент для сбережений. Врачи рекомендуют ласкать ваши золотые кенгуру не более пяти минут в день. Остальное время потратьте на свою жену. Это куда более полезно для здоровья вас, ее и вашей семьи. Спасибо. С вами был Дмитрий Балковский. До свидания. Продолжение следует.